Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Вы смотрите 12-й выпуск нашего реалити-шоу. Итак, сегодня момент истины. Мы узнаем, кому достанется главный приз реалити-шоу – 1 миллион рублей. Сбудутся ли прогнозы, которые давали команды в самом начале реалити-шоу? Какая из команд заработала больше всего денег? И кто из наставников будет сегодня праздновать победу? Узнаем совсем скоро. Итак, добро пожаловать в финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Вот так, дорогие друзья, пролетело совсем немного времени и уже настал финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Он принес немало сюрпризов. Даже я, видавший многое в различных реалити-шоу, и такое даже близко в своей практике не видел. Уверяю вас, дорогие друзья, такого поворота событий на «Фабрике предпринимательства» еще не было. Ни на минуту не отходить от экранов телевизора. Ну а мы начинаем. Для тех, кто пропустил предыдущие 11 передач реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и для тех, кто внимательно следит за командами, восстановлю хронологию событий нашего реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Итак, из 859 человек, пришедших на отборочные туры реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», осталось 135 человек, которые образовали 27 команд. Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось 10 команд по 5 человек в каждый. Именно 10 команд вступили в борьбу за главный приз 1 миллион рублей. Команды обрели своих наставников, а наставники – своей команды. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рест консул» продолжила борьбу за главный приз. Одним из главных событий в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» был уход одного из наставников. Из-за споров между наставниками и экспертами Артем Захаров покинул зал. Было под вопросом дальнейшее участие на «Фабрике предпринимательства» Артема Захарова как в качестве наставника команды «Шарк», так и члена жюри. Но через неделю Артем Захаров в прекрасном расположении духа пришел на «Фабрику предпринимательства» и продолжил свою работу. Команда «Файф Энеджи» наставника Марата Бугудинова в течение 9 недель была лидером реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Казалось, что вопрос о победителе уже решен. А нет. Команда не выполнила домашнее задание наставников на предыдущей неделе и была жестко, но справедливо наказана. Команда «Амби-центр» Айдара Исмогилова вновь поменяла свою нишу. Теперь «Амби-центр» успешно занимается бизнесом в области косметологии. И у этой команды есть все шансы стать лидером и даже победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Но это еще не все. Внимание! К 10 командам присоединилась команда из заочного дивизиона. Команда «Восходящая пятерка» да не просто присоединилась, своим результатом просто повергла в шок не только команды «Фабрики», но и наставников и экспертов. Команда «Восходящая пятерка» стала лидером реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и показала наилучший финансовый результат. Ну а наставником команды «Восходящая пятерка», как оказалось, является рулевой фабрикой предпринимательства доктор экономических наук Айдар Булатов, который с самого начала вел и обучал команду основам и ведению бизнеса. Вот так, дорогие друзья. С такими фактами и событиями мы подошли к 12-й неделе реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Ну а что было сегодня, мы увидим прямо сейчас. Итак, давайте смотреть. Сегодня на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» была атмосфера этакого праздника. Наставники гримировались, организаторам раздавались результаты всех 12 недель, команды заучивали презентации, телевизионщики настраивали свои камеры. На праздник пришли уважаемые гости. Своими глазами посмотреть на команды и, возможно, инвестировать в наиболее выгодный проект. Все говорили о том, что это последняя неделя на фабрике предпринимательства и сегодня подведутся итоги реалити-шоу. Справедливости ради сказать, что сегодня все команды хорошо подготовились. Прекрасно оформленные презентации, поставленные голоса выступающих и, конечно, праздничная атмосфера благоприятно повлияли на наставников, которые, кстати, не скупились на комплименты и на высокие оценки. Также хотела сказать, что приход такой команды, как «Восходящая пятерка», заставила команды совсем по-другому взглянуть на себя со стороны. Получив, как говорится в народе, волшебный пендель, все команды, засучив рукава, начали таки плодотворно работать и зарабатывать деньги. Ну а про команду, которой не хватает звезд с небес, настало время рассказать чуть-чуть поподробнее. Мы команда «Восходящая пятерка», занимаемся строительством дачных домов и бань. Нас в команде четыре человека. Меня зовут Оксана, Артур, Елена и Ильсур. С чего начать наше дело, мы не знали и спросить было не у кого. Увидев объявление о том, что набирают участников на фабрику предпринимательства, мы поняли, что это наш шанс научиться всем необходимым навыкам у АКУ-бизнеса. Мы прошли отборочный тур и стали участниками фабрики. На задании собрать команду к нам присоединились Мухтов Ильнур и Бусыгина Елена. Так образовалась наша команда «Восходящая пятерка». Мы знали, чем мы хотим заниматься с самого начала, и поэтому мы не колебались в выборе своей деятельности. Из-за непреодолимых обстоятельств мы не попали в основную десятку команд. Начался раскол в команде, где выбыл один из участников – Ильнур. Но наставники дали нам шанс и стали вести дистанционный курс, где мы старались добросовестно выполнять все задания. Наставники нам объяснили, что нам нужно менять нишу со строительного на какой-нибудь другой, так как нет компетенции ни одного из участников. Но мы понимали, что нам ничего не интересно, кроме строительного пути. Наши ниши тяжелые на подъем. В то время, когда другие команды начали показывать результат, мы все еще пытались все поставить на свои места. Прежде чем найти компетентного прораба наших строек и помощников, в общении с клиентами, мы сменили несколько строительных бригад, что тоже было препятствием для получения прибыли. На прошлой неделе команда «Амбитцентр» Айдара Исмогилова приняла вызов команды «Высходящая пятерка» наставника Айдара Булатова. И сегодня обошла темную лошадку. Вышла в лидеры и стала победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Итак, дорогие друзья, победителем 12-недельного марафона на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» становится команда «Амбитцентр». Ура! Команде вручается Кубок Победителя. Самая главная победа в том, что вот у этого проекта есть сердце, и такое большое сердце, потому что в нем очень большая вера. И когда мы, что называется, начинали, и у нас ничего не получалось, ну не получалось, это факт. И то, что сегодня получилось, и как это получилось, это огромный заслуг нашего папы, который верил в нас с вами. Давайте нашему папе скажем большое спасибо. Мы сделали это! Завершился регулярный чемпионат проекта «Фабрики», и ребята справедливо держат в своих руках заветный кубок, потому что они занимают первую строчку по итогам 12 недель с лучшим результатом показателя, а показатель лучший – это чистая прибыль. Ребят, поздравляю! Спасибо! Какие эмоции испытываете? Мы сейчас будем смотреть уже за плей-офф. Там игра намного жестче, там требования намного выше, но всего лишь 5 недель отделяют нас от того момента, когда мы узнаем, кто будет победителем и кто поднимет заветный чек. Верите ли вы в свои силы, сможете ли вы в такой же динамике двигаться дальше? В такой же динамике, да, даже нужно наращивать обороты, потому что мы оглядываемся на сегодняшний день и на результаты участников «Фабрики предпринимательства», но уже состоявшиеся салоны красоты и медицинские центры. Поэтому нам еще есть куда стремиться и бежать. Внимание! Обещанный сюрприз от реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». У нас первый случай в проекте, когда мы даем не 12 недель, а получается целых 17 недель на зарабатывание денег. Это первый эксперимент. Было принято решение, внимание, продлить реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» еще на 5 недель. Целых 5 недель команды будут трудиться и зарабатывать деньги. И это справедливо. Ведь есть команды, у которых договора с заказчиками на стадии завершения, и там довольно крупные суммы. Одним словом, команды есть еще что сказать. Итак, время пошло. Я очень уважаю всех своих друзей в этом проекте. И то, что они не сдаются, то, что их команды не сдаются, и доказывают, что здесь лучшие собрались, лучшие из тех 900 претендентов, которые хотели попробовать сделать бизнес. Сегодня эти претенденты стали предпринимателями. Я думаю, на самом деле еще ничего не ясно, потому что команды только, можно сказать, научились владеть какими-то инструментами бизнеса. На самом деле бизнес такая штука, что все еще может перемениться. Все только начинается. Вот и прошло ровно пять недель, дорогие друзья. С какими результатами подошли к финалу команды и сколько заработали денег? И кто, в конце концов, стал победителем? Итак, 4 сентября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Праздник, который ждало все бизнес-сообщество Республики Татарстан. Самые высокие гости оценили размах и потенциал «Фабрики предпринимательства». 11 команд подготовили выставочные стенды и презентационные буклеты. Президенту Республики Татарстан Рустаму Миниханову команды рассказали о своих бизнес-проектах и дальнейших перспективах. Все внимание было приковано к молодым, амбициозным участникам «Фабрики предпринимательства». Здесь с высоких трибун они заявили о себе, как о предпринимателях, бизнесменах, способных с нуля начинать новое дело. А наставники команд принимали слова благодарности от своих учеников и с нетерпением ждали итогов финала. И вот настал момент истины. Сейчас я хочу предоставить слово идейному вдохновителю проекта «Фабрика предпринимательства», доктора экономических наук, председателю совета директоров группы компании «Булатов Групп» Айдару Нафисовичу Булатову. Добрый день, уважаемый Рустам Нургалеевич, уважаемые гости, уважаемые участники реалити-шоу. Вот и подошло к завершению наш финал реалити-шоу, и вы услышали истории команд. Все эти истории объединяет одно – ни у кого из участников не было стартового капитала, не было связей, не было опыта предпринимательской деятельности и опыта ведения бухгалтерского учета. И многие из них долгое время работали по найму, и когда рождались, не были предпринимателями. Но это не помешало им создать свой бизнес. Упорство, труд и вера в свои силы, плюс помощь наставников, позволило им сегодня стоять на этой сцене. Отдельно хотела отметить наставников. За это время к нам присоединились десятки ведущих предпринимателей Республики Татарстан и Российской Федерации. Многие из них присутствуют и на сцене, и в зале. Давайте им поаплодируем. А для награждения я хотел пригласить на сцену министра экономики Республики Татарстан, Сдунова Артема Алексеевича. Ректора Казанского федерального университета Ишата Равкадовича Гафурова. И генерального директора телекомпании «Новый век» Аминова Ишата Юнусовича. Артем Алексеевич, благодаря поддержке Министерства экономики это реалити-шоу возникло. И благодаря телеканалу «Новый век» и телеканалу «Ворд Бизнес Ченнел» миллионы телезрителей по всей стране увидели это реалити и опыт нашей команды. Сейчас уже есть сотни заявок на следующий этап. И это говорит о том, что благодаря этому проекту сотни молодых людей приняли решение стать предпринимателем. Вам слово. Дорогие друзья, я всех поздравляю, что мы дошли до финала, первого финала нашего реалити-шоу. Действительно, это важный для нас проект. Уважаемый Рустам Галевич, я от имени дружной семьи фабрика предпринимательства сердечно благодарю, говорю огромное спасибо за то, что у нас в республике создана такая атмосфера веры в себя человека, как в стратегии 2030 четко указано, Татарстан это территория возможностей. Для людей, кто изучает рабочие профессии, для людей труда, для предпринимателей, и кто отвечает не только за себя, но и за те рабочие места, которые он создал. Успехов всем вам. Спасибо. Спасибо, Артем Алексеевич. Ильшат Равкач, хотел выразить вам благодарность за поддержку нашего проекта. Ему уже более года, и это уже не ребенок, а действующий элемент экономики. И благодаря Казанскому федеральному университету этот проект, он появился на свет. Вам слово. Хармитлай Рустам Галевич, уважаемые друзья, участники и гости нашего мероприятия. Всегда задают вопрос, а для чего это нужно университету? Перед нами всегда стоят достаточно большие амбициозные задачи. Мы динамично развиваемся во всех областях, но когда ты завершаешь учебу в университете, всегда стоит вопрос, а куда ты пойдешь работать? И наши руководители, президент нашей республики, президент страны поставили задачу создания большого количества высокотехнологических рабочих мест. И мы задались вопросом, а кто их для нас будет создавать? И приняли решение, что основы предпринимательства будут читаться у нас как обязательный курс, независимо от предметной области, которую ты для себя выбрал. И физикам, и химикам, и математикам, и, конечно же, экономистам. И вот год назад мы встретились с Адаром Афисовичем, и он говорит, а знаете, вот я тоже работаю у вас в университете, преподаю. И вы знаете, ведь преподаватели не всегда могут давать основы предпринимательского искусства, и молодежь не всегда это воспринимает. Тогда возникла вот идея совместного проекта, который назвали «Фабрика предпринимательств». Дальше все это начало раскручиваться. Я помню, вот первый раз здесь огромное количество людей выступали, состоявшиеся бизнесмены, и представители компании «Таиф», и «Барышев» здесь был, другие предприниматели, которые уже состоялись и имеют огромный оборот. И вот с этой идеей движение пошло. И сегодня я очень рад присутствовать на подведении итогов, когда, я думаю, будут награды, когда эту идею поддержала и ТНВ-групп, поддержала руководство Министерства экономики нашей республики. И оно совершенно преобразило данный проект. Дай Бог, чтобы он не завершился подведением сегодняшних итогов. Программа, она остается, но сегодня подводятся только небольшие результаты первого реальти-шоу. Спасибо всем, кто принимал участие. Спасибо наставникам. Пусть так и будет. Спасибо. Спасибо, Ильшат Равкадыч, за поддержку и за теплые слова. Ильшат Янузович, благодаря освещению на телеканале «Новый век», миллионы телезрителей не только в России, нам звонили даже из-за рубежа, видели опыт наших участников. Вам спасибо и вам слово. Спасибо большое. На самом деле очень важно, чтобы идеи предпринимательства проникали в массы, потому что вот мы общались с коллегами, всего 3% молодых людей сегодня, по данным статистики, хотят стать предпринимателями. Это очень мало. Надо, чтобы было 80-90% молодых людей должны быть предприимчивыми и стремиться что-то сделать в этой жизни. С точки зрения телевидения, я вам сказать, мы начинали очень трудно, вы знаете. Мы вместе с вами росли, и нам есть куда расти. Поэтому я думаю, что следующий сезон «Фабрики предпринимательства», я надеюсь, он будет, будет еще более динамичным, красивым, привлекательным и, самое главное, полезным для молодых людей, которые хотят в жизни чего-то добиться. Спасибо вам. Дмитрий Александрович. Спасибо. Ну что ж, друзья, я попрошу вынести на сцену конверт, в котором название команды «Победитель». Артем Алексеевич, мы просим вас открыть конверт и огласить итоги результатов первого реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Дорогие друзья, ну в этом процессе побеждаем мы все, а в этом конкурсе первом победила восходящая пятерка. Победителем первого реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» становится команда «Восходящая пятерка». Артем Алексеевич вручает заветный кубок «Фабрики предпринимательства». Аплодисменты победителям. Красивая, достойная победа. Браво! Для вручения команде победителей обещанной и заслуженной награды в один миллион рублей мы приглашаем на сцену исполнительного директора «Фабрики предпринимательства» Альбину Газизулину. Большой красивый чек. Ну что ж, ваши аплодисменты. Вот они, герои сегодняшнего дня. Они в реальности доказали, что лозунг через стирни и к звездам действует. Они прошли большой путь и достигли цели. Ура! Их не сломила неудача на первом этапе состязания. Бурные и продолжительные аплодисменты. Команда «Восходящая пятерка» победитель реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Наше реалити-шоу реализуется благодаря поддержке Рустама Нургалеевича Мениханова по программе «Развитие предпринимательства» Министерства экономики. А сейчас, учитывая важность проекта для всей Республики Татарстан, разрешите пригласить на сцену Рустама Нургалеевича Мениханова. Добрый день, дорогие друзья! Очень такое правильное мероприятие, очень успешное, удачное. Я хочу сказать, что предпринимательство это очень сложный процесс. И, конечно же, как любой профессии, надо иметь определенные навыки. И вот то, что мы сегодня попытались сделать, это вот то, что необходимо. Мы, когда начали говорить о малом-среднем бизнесе, думали, что у нас не хватает денег. Этот момент, он очень важен. Когда появилась возможность по финансам, мы начали понимать, что у нас не хватает инфраструктуры. Нужны индустриальные площадки, технопарки, IT-парки. Это тоже появилось. Но, оказывается, это не все. Самое главное – люди. Надо формировать людей. У людей должны быть некие навыки для ведения предпринимательства. И вот такая фабрика, ее много о ней говорили, но в той степени, как сегодня все это произошло, это вот большая работа, слаженная работа университета, Министерства экономики, ну и самое главное – наших наставников, бизнесменов, предпринимателей, которые активно были вовлечены в этот процесс. Я считаю, что это очень правильно, и этот процесс будет и дальше продолжен. Я думаю, здесь находятся руководители других наших вузов, не только Казанский университет. Все наши вузы должны обратить внимание и дать те навыки, которые необходимы для нашему подрастающему поколению. И вообще я считаю, что навыки предпринимательства надо формировать уже со школой. Поэтому мы должны продумать, как вот эти ваши подходы транслировать на наши школьные, чтобы школьники тоже имели такую же возможность. Я очень благодарен организаторам, я очень благодарен вот тем группам, которые участвовали, ну и все те, которые будут в будущем принимать участие в этой фабрике. Вообще то, что вы получили этот навык, это не значит, что вы будете все предприниматели. Кто-то будет чиновник, кто-то будет ученый. Но навыки, которые вы получили за это время, они всегда вам пригодятся в вашей жизни, потому что это вот такие вещи, которые, наверное, просто можно по жизни как-то пройти это, получить самообразованием. Но лучше всего, если есть у тебя наставник, и очень правильно, что вы работали в группах. Если есть команда, это тоже опыт работы в команде, это очень важный опыт. Поэтому я целиком полностью поддерживаю эту идею. Я считаю, что даже, вот мне ректор говорит, многие хотят стать чиновниками. Чиновникам, чтобы стать, надо быть хорошим специалистом. Хороший чиновник, если вы хотите карьерного роста, вы должны пройти все вот эти элементы, вы должны разбираться и в бизнесе, и в государственном устройстве, иметь навыки в экономике, и в юридической направленности, потому что вот, когда ты предприниматель, вот все эти элементы тебе надо понимать, и в будущем надо использовать. Я считаю, что вот этот совет вы должны принять, потому что я тоже работал и в предпринимательстве, работал и на государственной службе. В жизни все это очень важно. Поэтому я обращаюсь к нашему молодому поколению. Вы наше будущее, и те навыки, которые мы заложим, они будут полезны для вас. Я еще раз поздравляю всех нас с успешной фабрикой, и говорю, что мы эту работу будем продолжать. Бигзур, Ахмад, спасибо. Команда «Восходящая пятерка» наставника Айдара Булатова завоевала главный приз 1 миллион рублей. Поздравляем, ребята! Так держать! Мы победим! Вот так выглядят, дорогие друзья, итоговая таблица финала реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Из 11 команд в тройку лидеров вырвались. Первое место заняла команда Айдара Булатова «Восходящая пятерка» с результатом 1 миллион 84 тысячи 500 рублей на счету. Второе место команда Айдара Исмогилова «Амбицентр» с результатом 944 тысячи 750 рублей чистой прибыли. Третье место команда «Ол и Нол» Артура Николаева с результатом 918 тысяч 963 рубля на счету. Всего же за время реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» команды заработали более 8 миллионов рублей. Вот так, дорогие друзья, вот и завершился грандиозный праздник реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». И это был очень интересный проект. Почему был? «Фабрика предпринимательства» приглашает новых участников реалити-шоу, всех тех, кто хочет создать свой собственный бизнес и заработать миллион. До новых встреч! Хочешь тоже стать участником следующего потока «Фабрики предпринимательства»? Оставь заявку на участие на сайте безфабрика.ру